Привет! С вами Ньярл, и это каст матча 1 на 1 в Dawn of War 2 Retribution Elite Mod на карте Ледник Луганат. Мне не кажется, что я еще делал касты на этой карте, и вот я хотел начать. На севере карты, играя за Экзарха Пауков Варпа в расцветке Крафтворлда Алайток, находится Яй. На юге карты, за Варбоса, в непонятно какой расцветке, похоже, кастомной, находится Биг Матис. И он начинает с очень интересного билда. Три отряда рубак. Когда я только начинал играть в Довик, я шел в похожие билды. Только тогда еще стикбомбы были на первом тире. Это было более результативно. Ну ладно, посмотрим, как он сможет противостоять Эльдарам и нескольким шурикенным платформам, которые, скорее всего, выйдут на поле боя. Если бы он был за команду Ноба, я бы отнесся к этому с большим пониманием. Команда Ноб хотя бы может давать невидимость своим рубакам, да и сам может оказывать им дальнобойную поддержку. Босс же... Да, такая рукопашная армия. Мне это напоминает Fun of War. Тот старый-старый, который был про исключительно рукопашных орков. И да, кажется, я нашел оптимальное качество для записи. Видео, наконец-то, выглядит красиво. И звук вроде тоже нормальный. Даже прицепиться не к чему. И даже баг мышки не показывается на видео. Я не знаю, почему все идет так хорошо. Ну да. Если... Да, оставляйте свои отзывы. Если что-то не так, сообщайте. Пока что я удивлен тем, насколько хорошо все работает. Единственный минус подобного метода записи это в том, что размер видео огромный. Где-то получасовой каст занимает около 10 гигабайт. И грузится на YouTube добрые 2 часа. Но это все мелочи. Первое. Ширикенная пушка выходит на поле боя. Я не удивлюсь, если их будет намного-намного больше. По ходу этого матча. И они будут прикрывать друг друга. Так, полная генераторная ферма у Яя. Биг Матис поставил только один генератор. И пошел в Шторм Бойзов. Ну да, это понятный выбор. Учитывая его билд. Каким-то образом ему шрикенные платформы надо накрывать. И с одним генератором он оптимально вошел в цену этих Шторм Бойзов. Тем временем я уже взял апгрейд экзархпуков варпа. С улучшенными прицелами. Его урон увеличен на 50%. И радиус огня также увеличен. Это позволит ему намного проще кайтить орков. И смогут ли баньши догнать и убить варбосса. В элитмоде эльдары получили большое количество бафов. В ранней игре наиболее чувствительный из них это прыжки баньши. То есть баньши врываются в ближний бой с прыжка. И они также прыгают на отступающие цели. В отличие от Шторм Бойзов, которые... Ну у них тоже есть такая небольшая анимация прыжка. Но у Шторм Бойзов есть анимация приземления. Баньши же сразу без каких-либо задержек переходят к нанесению удара. Ну Шторм Бойзам эта анимация удар сразу же нанести не дает. И обычно отступающий отряд от них благодаря этому убегает. Баньши же они... Мне хочется сказать, что они как бы сам прыжок наносят урон. Но скорее всего это не так. Скорее всего просто сама анимация прыжка очень короткая. Ладно. Две шурикенные пушки. Одна скорее всего будет прикрывать другую. Что в принципе и неудивительно. Но Шторм Бойзов уже здесь. Первую шурикенную пушку. На нее врывается варбосс. Сенгри Битс. И на вторую сейчас скорее всего полетят Шторм Бойзы. Да, но Баньши уже поблизости. Чтобы прикрыть платформу. И... С глобальной обилкой варбосса. Шторм Бойзы без проблем прорубаются через... Через них. Да, очень хорошее использование способностей и отрядов Биг Матисом. Для того, чтобы нивелировать тактическую слабость исключительно рукопашных отрядов. Ну, конечно, он сам себя загнал в такую позицию. Я с Биг Матисом в последнее время видел очень много реплеев, где он идет в странные-странные билды. В одном из реплеев он пошел... Он играл за Тирана Улья и пошел в четыре отряда Хромогаунтов. Ну, там его соперник не особо сильно сопротивлялся. Поэтому я его решил не кастить. Также он заказал улучшенную кастомную шуту. Которая дает ему довольно серьезный урон в дальнем бою. И позволяет отбрасывать вражеских героев. Эта способность, конечно, не такая мощная. Все подобные способности нерфили еще и в ритейле. И в элитмоде их понерфили еще сильнее. Но 33 урона в секунду это все равно очень серьезная цифра. Для сравнения, у того же команды Ноба 35 урон в секунду. То есть это сравнимо, сравнимо с таким уроном. Так, рубаки, похоже, не заметили. Здесь просто идут перекэпы. Ну, да. Как быстро экзарх пауков варпа их шинкует. У него уже второй уровень. Ну, у варбосса, впрочем, тоже. Также у него есть шипастая броня. Против баньшета ему будет очень полезно. И он очень часто оказывается на базе у Эльдар. Вместе с ангрибицами и шипастой броней у него очень много регена. Шипастая броня сама по себе дает 3,5 регена в секунду. Ну, и ангрибиц после использования способности дает еще 7,5. Так что убить его очень-очень проблематично. Смогут ли штурмбойзы в одиночку разобраться с тремя отрядами? Давайте посмотрим. Они прыгают на правильную шурикенку. Баньши их подавляют, но шурикенка получает много урона. Будут ли использованы глобальные способности варбосса? Да. И штурмбойзы начинают разрубать баньши. Раскладывается шурикенка, они прыгают на нее. И все-таки штурмбойзы вынуждены отступить. В одиночку они с тремя отрядами не разобрались. Но прибывшие на подкрепление рубаки смогут забрать точку. Я уже на три четверти закончил свой переход на второй тир. Бигматис только к нему приступил. Игзарх пухов варпа. Скорее всего он погиб, потому что я и так же, как и я, был занят наблюдением за событиями, происходящими на правом конце карты. Я удивлен, что у Бигматиса хватило микроконтроля для того, чтобы направить своих рубак на убийство этого экзарха. Посмотрим. У стражников есть их варлок. Экзарх дай ревенжеров, как он теперь называется. И есть гранаты. Я еще не видел, чтобы они ими пользовались. Что-то банч с кем дерутся. Ну, у банча уже есть экзарх. И Бигматис, на удивление, результативно играет в своей композиции армии. Возможно, для него это такая форма челленджа. Играть против людей странными армиями и пытаться выиграть. Потому что обычными это слишком скучно. Что ж, я абсолютно уважаю этот подход. Так, второй тир заканчивается для Бигматиса. Точнее, начинается. Заканчивается его разработка. Он заказывает ноба своим штурмбойзом. Сразу же заказывает ему улучшенные прыжковые ранцы. Ну, ноба для слаг он пока что не заказывает. У Яя на поле боя уже выходят пауки варпа. Смогут ли они убежать от штурмбойзов? Штурмбойзы прыгают на стражников. У стражников даже не было возможности использовать свои гранаты. В теории, они могут их довольно неплохо использовать на набегающие отряды рукопашной пехоты. Но на практике это пока что у Яя не особо получалось. Варбосс чаржился на месте. Просто ради того, чтобы получить бонусную регенерацию. Ладно, баньши убегают. Только со своим экзархом. Штурмбойзы тоже уходят. Исключительно со своим нобом. И Бигмати сделает деф-дреда. Интересный выбор в данной ситуации. Когда он уже видел, что на поле боя есть пауки варпа и две шурикенные пушки. По-моему, это довольно неэффективный выбор. Очень плохой, я бы сказал. Деф-дред это эффективный шагатель. Он эффективен в одном. Если вы играете за орков, вы знаете, что вы перешли на второй тир раньше своего соперника. Вы делаете деф-дред, покупаете ему бёрны, идёте и сжигаете вражеские генераторы. Всё, ваш деф-дред окупился. Он может спокойно умирать. Больше ни для чего деф-дред не пригоден, если подумать. У него нет каких-то дальнобойных апгрейдов, как у других шагателей. У него намного меньше здоровья, чем у других шагателей. И, в общем и целом, я не думаю, что он проживёт долго. Я думаю, одна из этих шурикенок возьмёт апгрейд на Брайт Лэнс. Пауки варпа заедут по деф-дреду гранатой. Конечно, возможно, что Биг Матис настолько гроссмейстер, что он сделал деф-дреда специально для того, чтобы выманить Брайт Лэнс из Эльдара. И помешать ему использовать эти шурикенки для обороны друг друга. То есть да, в элитмоде, как вы, думаю, знаете, Брайт Лэнсы не делаются отдельно. Они апгрейдятся из шурикенок. Я и подошёл к этому вопросу проще. Он не стал апгрейдить Брайт Лэнсы, он просто сделал отряд Огненных Драконов. Ребята с мельтами. Все воины аспекта Эльдар построены вокруг какой-то глубокой культуры. Знаете, искусство владения мечом, телепортация. Огненные Драконы это просто мужики с мельтами. Ну, ничего более тонкого в них нет. И у них появилась отличная возможность свои мельты опробовать в бою. Ну, деф-дред взял апгрейд на Бёрны. Ну да, долгое время у него не было. Я думал, он его даже не станет апгрейдить. Просто используя этот деф-дред для отвлечения внимания. Неужели деф-дред выживет? Нет. Огненные Драконы отступают. И да, деф-дред выживет. Тем временем я и потерял своего командира. Не хватает ему мультитаскинга. Ну, не только я. Биг Матису тоже не хватило мультитаскинга. И его варбосс прибежал на базу. Биг Матис переходит на третий тир. Неудивительно. Учитывая его тенденции, возможно, мы увидим нобов. Скорее всего, кто знает. Я бы не удивился. Ну да, Огненные Драконы выжили. И это очень мощные ребята. Многие льдары их делают, даже если у противника нет техники. Просто потому, что они даже против пехоты, и тяжелой пехоты, неплохо работают своими мельтами. И этот деф-дред, этот деф-дред не убежит. С одного края на него бегут банши со своим копьем. С другого края за ним гонятся Огненные Драконы, размахивая мельтами. И, да, они довольно неплохо стреляют на ходу. Они как раз хорошо подходят для погони за техникой. Деф-дред решил продать свою жизнь подороже. Возможно, убить перед этим Ширикенку, но нет. У него это не получилось. Тем временем, Биг Матис где-то потерял отряд Рубак. Благодаря тому, что я наблюдал за деф-дредом, я этот момент пропустил. Извиняюсь. Ну, что поделать. Он поднял своего варбосса. Нокзар в Пукуфуарп так и лежит. Кровоточит. У меня даже нет ДЛЦ на кровавость. Которую релики какое-то время назад продавали. Он все равно истекает соками. Давайте посмотрим на очки победы. Яй довольно-таки сильно лидирует. Все-таки у него более рациональный билд. По выходу на второй тир он начал потихонечку вырваться вперед. Штурмбойзы не смогли убить ни одну из этих Ширикенок. Барбосс достаточного действия на ход боя не оказал. Ну и Деф-дред был просто тратой денег. Который, по-моему, даже генераторы не смог похарасить. Вот эти генераторы, они тут как стояли втроем поближе к базе, так и стоят. Ну да, это... Как-то... Очень... Очень своеобразно на этой карте расположены генофермы. Считаю, эти генераторы покрываются турелью с базой. С базой. И Бигматис... Нет, все-таки он... Все-таки он нарушил правила фанувора. Он делает отряд Коммандо. Но все равно это очень интересный выбор. Команда мы видим довольно редко. Даже если орки переходят на третий тир, они обычно делают нобов или танк. Я считаю, что команда забытая абсолютно незаслуженно. Это замечательный отряд. Они наносят... То есть даже если не считать все их способности, а способности у них отличные... Они наносят огромный урон в дальнем бою. Посмотрите. Они выпустили одну очередь по этому экзарху пауков варпа. И треть жизней у него уже пропала. По моделькам команда не скажешь. То есть у них обычные шуты, вроде бы такими же вооруженные. Первотирные стрелялые. Но... Они наносят... Я бы не сказал больше урона, чем полностью апгрейдженный отряд шут. Но где-то вровень с этим. И они намного незаметнее полностью апгрейдженного отряда шут. Так... Посмотрим. Возможно мы увидим бёрны. Да, бёрна... Нет, это не бёрна-бомбы. Они начинают их отбрасывать. Интересно. Кажется, это способность... Глобальная способность экзарха пауков варпа. Которая увеличивает урон в дальнем бою. Насколько я помню. Так... И неужели пауки варп погибнут? Да, вот это сила команда. Никто не ожидает от них такого урона в дальнем бою. Они могут. Они могут. И вылетает гранатка. Команда отступает. Но они сделали уже очень много. Граната, кстати, тоже очень сильно дамажит. Помню, очень хорошая комбинация. Это граната. И сразу же после этого их отбрасывание. Конечно, это не сработает, если ваш соперник просто отступит. Но некоторым людям... До некоторых людей не сразу доходит, что их отряды очень-очень быстро умирают. Второй отряд команды делает Биг Матис. Похоже, он доволен их результативностью. Я бы тоже был очень доволен. Но, несмотря на все это, он проигрывает по очкам победы. 63 очка победы против 325. В данный момент он держит две точки. Но огненные драконы их перекапывают. У Яя столько энергии. Да, его генераторы никто не трогал всю игру. И что же это? Да, экзарх пуков варпа. Тоже... Как это называется? Надбрасывание варгир. Проще говоря. Команда... Как же они плавят лицо этому... Кзарху. Сможет ли он убежать? Нет. Нет. Он... Даже штурмбойзы не понадобились. Команда просто наносит очень-очень-очень много урона в дальнем бою. Одна очередь. Баньши падает. Возвращаются на базу. Два отряда команда способны вообще на чудовищные вещи. Так. Что не сделал? Я так думаю, эта шурикенка здесь ненадолго. Хорошо, если она вообще уйдет живой. Так, тем временем, что происходит на других концах карты? Так, эта шурикенка успела отступить. И да, команда кинули свои бёрны. Зажали спусковые крючки. И шурикенка перестала существовать. 28 очков победы остаётся у Биг Матиса. Но у Яя остаётся всего три отряда. Даже его командир... Да, мы наблюдали за смертью его командира, которого он в данный момент выкупает. Остались Баньши, шурикенка и огненные драконы. Сможет ли Биг Матис сделать камбэк? Я не думаю, что Яя сильно обидится на потерю этих генераторов. У него энергии хватит ещё на игру вперёд. А Биг Матис за всю эту игру так и не поставил свой третий генератор. И в данный момент Яю нужно влияние. Он очень много теряет моделей. Да и отрядов он тоже много потерял. Ставит портал. Да, он хочет выиграть этот матч, просто перекапывая точки. Его сложно винить, он играет за Эльдар. Тем более за Пуковарпа. Попали под дружественный огонь эти командо. Но на помощь уже летят штурмбойзы. Рубаки просто идут вперёд. Ну, но бы они потеряли в результате этого столкновения. И... Так, экзар Пуковарпа убегает. Ну, был потерян портал. Но главное, что... Главное, что все отряды выжили. И командир. Я думаю, у Яя такое грустное соотношение влияния к энергии. Именно потому, что он... Очень часто терял своего командира. На поле боя высаживается Аутарх. Прямо на отряд штурмбойзов под глобальным бафом босса. Ну и она оттуда... Быстренько убегает. Посмотрим команду. Они уже оба второго уровня. Совсем недавно вышли на поле боя, но им это не мешает. Экзарх Пуковарпа умирает в очередной раз. Что же такое? Что же такое? Яю не хватает. Не хватает микроконтроля. Не могу сказать, что я бы на его месте справился лучше. Но уже очень много раз он теряет своего командира. Вау. У меня в очередной раз исчезла мышка. Но на этот раз этот графический баг выглядит немного по-другому. Теперь моя мышка выглядит как две полоски разного цвета. Хм. Такого раньше не было. Ну ладно. Я теперь хотя бы вижу свой курсор. Сможет ли убежать эта шурикенка? Вполне вероятно. Нет. Команда просто так не убегают. Три отряда. В очередной раз осталось у Яя. Его командир в очередной раз возвращается на базу. Грустный. Сколько раз его уже отправляли в нокаут? Ну, после боя мы сможем посмотреть, сколько раз его командир умирал. Вроде бы там есть эта статистика. Так. 27 очков победы остается у Орка. Сможет ли он совершить камбэк? Все, что нужно Яю, это перекапать точки. На... Даже меньше, чем на минуту. Но Орки обосновались практически на базе Уэльдар. Стоит портал на базе. Если он поставит портал где-нибудь здесь, он может... Вылезти и закапать точку. Но Биг Матис... Не надеется на удачу. Он просто ставит рядом с каждой точкой победы по отряду. Для того, чтобы хитрые Эльдары внезапно не вылезли из кустов. Команду. Как же они хороши. Как же они хороши. Еще вырвается и босс. Но штурмбойзы вынуждены отступить. По-моему, они даже потеряли своего ноба. Да. Баньши. Ну, единственный плюс в ситуации Яя, это то, что ему не надо доста... То, что ему не надо далеко бежать до базы. Так, варбосс. Теперь с клешней. И... Экзарф пауков варпа. Нет. Убежал вовремя. Еще одна смерть. Ну... Я хотел сказать, что она бы испортила его портфолио, но... Там уже нечего портить. Он так уже умер раз десять. Единственные точки под контролем Яя, это точка энергии. Я хотел сказать, точка влияния, но ее сейчас тоже снимают. И вот это точка энергии, на которую орки просто не обращают внимания. Танк выкатывается на поле боя. Ну... На самом деле, это не самое страшное, что может случиться с Яем. У него есть огненные драконы. И они замечательно справляются с танками. Как видите, они просто бегут вперед. Просто бегут вперед, бьют танк. Варбосу они тоже наносят очень неплохой урон. Возможно, он даже будет вынужден вступить. Да, думаю, он бежит на базу, но у меня не показывается. Желтый восклицательный знак. Огненные драконы уворачиваются от залпа танка. И продолжают его настигать. Красивая анимация множественных попаданий мельты. И танк погибает. Знаете, кто еще погибает? Вот этот неудачник. Сколько раз можно умереть за один матч? Ну, я не думаю, что он поставил рекорд. Но он к нему довольно близко подошел. Все, быстрее и быстрее сокращается разрыв. Между Биг Матисом и Яем по очкам победы. 44 очка победы остается у Эльдара. Да, баньши все-таки убегают. Тщетно, тщетно Яй пытается закапать точки. И он признает свое поражение. Огненных драконов он тоже где-то потерял. Да, от них избавились эти рубаки. Довольно интересный матч. Который был, по-моему, выигран. Благодаря способности Биг Матиса хорошо контролировать отряды. Сразу в нескольких местах одновременно. По этому параметру Яй ему солидно сдавал. Благодаря чему регулярно терял своего командира. Которого он, очевидно, просто телепортировал в пустоту. Отправлял копать точку. И в это время занимался микроконтролем отрядов. Благодаря чему его находили рубаки. И отрезали ему лицо. Ну, Биг Матис солидно просел на втором тире. До второго тира он шел вровень. Хорошо контролировал свои отряды. Даже при том, что он пошел в очень неординарную тактику. Исключительно ближнего боя. Хорошо с ней справлялся. Результативно использовал глобальные способности босса. На втором тире он зачем-то сделал дофдреда. Даже когда он видел, что у соперника есть на поле боя паук варпа. Пауки варпа. Точнее. Девдред абсолютно предсказуемо. Бесславно погиб. Ничего абсолютно не сделав. Но вот после этого... Как только на поле боя вышли команда, игра повернулась. Эти ребята вытянули на своих спинах всю игру. Люди недооценивают. Просто недооценивают сумасшедшее количество урона. Которое эти ребята наносят. Я думаю проблема в их... Просто в их модельках. Они несут в руках обычные шуты. Но эти шуты заряжены чем-то особым. Чем-то очень интересным. Потому что наносят они чудовищный урон. Монструозный. Ладно, надеюсь этот матч вам понравился. Довольно неординарная тактика от игрока за орков. И... Да, я извиняюсь, если во время этого каста я путался в словах. Я по привычке перехожу к завязке каста. Когда заканчивается матч. Вместо того, чтобы выходить в этот экран. И смотреть. Как наши игроки себя показали. Согласно статистике. Ох, сейчас будет момент истины. Открываем вкладку командиров. Всего 5 смертей? Я не знаю, как это считается. Ну... Он умер всего 5 раз? Ну, 5 раз это все равно очень много. Но, по-моему, там было больше. По ощущениям. Биг Матис потерял своего варбосса только один раз, когда он отвлекся. Его варбосс убежал на базу. Его варбосс 9 левела. Да, 9 уровень это очень серьезно. Эммм... И... Ну... Паук Варпа я все-таки до 6 уровня дожил. Он тоже убил много моделек. По юнитам. Тут и так понятно. По ресурсам. Кстати... Да, я и выигрываю. Это неудивительно. Даже при том, что последние минут 5 игры у него не было генераторов. Все равно он добыл больше генераторов, чем Биг Матис. И... Ну, по очкам и так понятно. Кто выиграл, тот и выиграл. Ладно, надеюсь, этот матч вам понравился. Заходите в мою группу в Стиме. Подписывайтесь на канал. И да, где-то завтра я надеюсь сделать объявление, касающееся Battlefleet Gothic'а. Точнее его мультиплеера. Я хочу запустить по нему стрим. Я пока не знаю, как подойти к летсплею. Но я помню, вам обещал геймплей мультиплеера. И, по-моему, это хорошо будет работать в формате стрима. По крайней мере, мне это будет намного, по-моему, удобнее делать. Да и вам, думаю, будет приятнее. Такой интерактивный режим, где вы сможете со мной общаться. Просить меня играть за армии, за которой я абсолютно не умею играть. Хотя, что я говорю, я там ни за одну не умею играть. Но за некоторых из них я не умею играть намного сильнее, чем за других. Так что да. Сам стрим, скорее всего, будет где-то на выходных. Я пока не знаю, когда. Возможно, в воскресенье. Возможно, в субботу. Скорее всего, в воскресенье. Но ждите дальнейших объявлений. Я выпущу об этом отдельное видео. Напишу новость в группе в Стиме. Будет первая новость за долгое время не от Трояна. До свидания. Увидимся в следующем видео.